Знакомая всем школьникам фраза, что мы делали этим летом, стала лозунгом открытого отчета сибирской генерирующей компании. Ответы на вопросы и общение с потребителями. Именно так ресурсовики рассказали о закрытии ремонтного сезона. 29 километров теплосетей обновили за миллиард рублей. Работы прошли и на центральных тепловых пунктах. Ну и на 47 центральных тепловых пунктах, на 10% от всех, которые у нас есть, мы провели реконструкцию, модернизацию установленного там оборудования и провели ремонт строительной части этих центральных тепловых пунктов. После гидравлических испытаний теплосетей специалисты обнаружили и устранили почти 500 повреждений. Еще ввели новую схему отключения горячей воды на этот период. И теперь в контуре ТЭЦ-3 ее нет на 10 дней меньше. Плюс появилась возможность оставить заявку на досрочное подключение к отоплению. С понедельника мы ощутили понижение температуры наружного воздуха. И во вторник уже к нам начали поступать заявления от детских садов. Вот на утро сегодняшнего дня мы уже запустили 12 детских садиков. Обратно же на утро сегодняшнего дня у нас еще поступили заявления. То есть мы видим, что Соскульбит начинает запускаться. При этом сейчас запуститься могут и жилые дома. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или составить общее заявление жильцов. Еще одна тема отчета – глобальные задачи компании. Сюда входят такие задачи, как максимально эффективно и чисто, я сейчас про экологию, выработать тепловую энергию на источники. Максимально эффективно передать эту энергию по трубопроводу с минимальным количеством потерь как тепла, так и теплоносителя. После этого необходимо равномерно распределить теплоэнергию по участкам. Для того, чтобы ликвидировать возможный дисбаланс, ресурсовики работают над улучшением качества изоляции труб. Ознакомиться с докладом компании о подготовке к зиме можно на официальном сайте. Там же есть раздел, в котором можно сообщить о проблемах с отоплением. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.